почта россии что изменилось в этой чудесной организации если брать почту лет пять тому назад и почту сегодня теперь все изменилось мы здесь для того чтобы удивлять мы хотим быть единым окном для селлеров всех marketplace мы будем фактически делать эксперименты с дарксторами мы начали очень активное движение фэшн решили открыть более 2600 отделений с примерочными нам кажется что почтоматы должны прийти в подъезды почтоматы московском метрополитене кнопочка с режимом в достатке в течение часа это уже там уже такой вау-эффект люди пишут а я не они они офигевают ну а перед началом я по традиции хочу сказать спасибо партнерам этого выпуска компания им shop самый удобный способ сделать мобильное приложение для продаж им shop.io компания upload ребята повышают конверсию и продажи при помощи автоматизации работы с отзывами и пользовательским контентом upload.com ну а самое приятное что у всех партнеров для наших слушателей зрителей действует скидка конечно же по промокоду digital voice леонид привет привет филипп добро пожаловать digital voice спасибо что нашел наконец для нас время спасибо что пригласил рад тебя видеть почта россии что изменилось в этой чудесной организации если брать почту лет пять тому назад и почту сегодня я какие-то изменения по себе вижу как пользователь да но хочется услышать это собственно от первого лица так скажем но вот за последние два года смотри что случилось то есть мы мы перестали быть в гупом и стали а о акционерным обществом и более того мы переходим к холдинговой структуре это важно потому что такой переход позволит компании не просто а не просто увеличивать трафик в почту да благодаря уменьшению регуляторной нагрузки и так далее но и участвовать в м на и сделках то есть более агрессивно работать на рынке и ком мы приняли стратегию в этой стратегии клиент на первом месте компании этого не было то есть это клиентоцентричная модель бизнеса и на основе этого будет выстроена новая организационная структура организации что важно и ну и главное наверное это сервисы потому что за это время вот даже пока я нахожусь два года мы просто мне кажется сделали потрясающий рывок и в первую очередь это касается развития цифровых сервисов один лишь сервис который который называется аферта то есть когда клиент может за несколько минут стать клиентом почты это уже революция потому что раньше это занимало огромное количество времени представь что у нас за пять месяцев этого года почти 6000 клиентов заключили вот таким одним кликом приложение контракт это новые клиенты и мы очень рады что вот эта цифровая коммуникация с клиентом налажена она работает и дает новых клиентов и и отправление ну и в общем конечно нужно сказать про собственно сервис которые мы вот за последние два года либо релончили либо заново сделали почта стала курьерской компанией если пять лет назад объемы курьерской доставки составляли меньше семи процентов в доле бизнеса сейчас уже как минимум каждая пятая доставка доставка до двери по сути мы существенно изменили этот сервис за последнее время и теперь почту многие клиенты воспринимают как компанию которая умеет хорошо доставлять до двери по всей стране у нас самое большое сейчас покрытие доставки до двери это больше 12 тысяч населенных пунктов мы начали почтоматную историю то есть в ближайшее время мы от тестов перейдем к реальным отправлениям и почта это не только отделение почтовой связи это теперь еще и почтоматы а с августа это партнерские пункты выдачи то есть мы расширяем сеть так чтобы быть в 500 метровой доступности от эндбайра от получателя это очень важно в крупных городах где почта к сожалению на предыдущем время потеряла позиции с точки зрения плотности локации мы сделали фулфилмент то есть почта теперь фулфилмент компания с реальным действующими проектами мы открыли как ты знаешь наверное наши слушатели большой фулфилмент центра для детского мира в казани и это только начало потому что следующие площадки новосибирске и другие это новые проекты с крупнейшими маркетплейсами и брендами да мы смотрим на фулфилмент широко и это не только большие коробки с традиционными функциями но и микрофулфилмент и препарейшн центра и так далее это каминг сум как бы да ну вот сейчас можно сказать что почта стала крупным фулфилмент оператором страны в том числе благодаря нашему партнерству и совместное совместное предприятие с группой нлт это совместное предприятие с втб которая собственно строит эти коробки для нас вот мы я вот когда пришел на почту я спрашиваю у своих знакомых у клиентов корпоративно да а собственно что надо поменять в почте чего нету чего не хватает и меня начали говорить вот очень конкретные вещи нельзя отправить многоместное отправление у нас бизнес такой что у нас в заказе много коробок да и и и вы так не умеете работать мы это сделали то есть теперь в почту можно передавать многоместное отправление мне говорили что чтобы в почту что-то сдать нужно обязательно наклеить ярлык и взвесить посылку иначе никто ничего не примет это тоже изменили и теперь в том числе крупнейшие бренды и marketplace заключили напрямую соглашение с почтой раньше они этого не могли сделать только потому что они могли просто этот процесс выполнить и передавали эту функцию неким промежуточным компаниям таким агрегатором и у нас не было прямой коммуникации клиент то есть это тоже важная история мы стали полноценным оператором сборных грузов у нас есть продукт благодаря которому мы можем теперь доставлять в ритейл на склады и так далее казалось бы что это больше касается битуби они и комы но нифига потому что в ритейле ритейл стал вам неканальным магазины в том числе это пункты выдачи заказов интернет заказов и таким образом мы укрепили свои позиции как и в битуби карга бизнесе так и в якоме в той его части где нет доставки до каких-то небольших пунктов выдачи или там двери а доставка происходит в собственно в тело каменного магазина вот но и много сервисов таких которые может быть не все знают мы сделали доставку по телефону в один клик там человек может другому человеку просто по телефону отправить посылку и там уже миллион транзакций это тоже на самом деле трансформация клиентского опыта все становится просто по одному клику и не надо там заполнять адреса и так далее вот наверное стоит сказать еще о пилотах потому что может быть мы дальше поговорим про это сделали несколько пилотов которые вообще меняют отношение нашей компании то чем мы скорее удивляем рынок то чего не ждут в принципе от нас да то есть это доставка за час из отделения то что мы сейчас масштабируем в москве ближайшее время это доставка крупногабарита там где почта выступает скорее как умер платформа которая объединяет участников рынка для такого вида перевозок не заводя холодильники и большие какие-то оверсайз штуки в свою сеть и вот эти там бизнесы мы туда входим благодаря отличные вот компетенции почты в во фронте вот все что касается личного кабинета и так далее мы стараемся это преимущество использовать чтобы насаживать на нашу платформу все больше сервисов которые комплементарны для нашей стратегии это прям ответ такой умноженный на 5 которые которые наверное кто кто угодно мог бы ожидать потому что когда задаешь вопрос о том что у вас изменилось обычно называют там три-четыре ключевых каких-то изменения если если наберется а тут прямо у вас действительно видно что огромная трансформация произошла я кстати как клиент могу подтвердить по поводу регистрации я буквально там последние полгода пользуюсь этим чудесным штрих-кодом который отображается в телефоне и отправка прием пересылки просто занимает конечно секунды скажи пожалуйста вот ты говоришь что многие от вас не ожидали или не ожидают от почты вот это экспресс доставки на какого-то подхода на такого клиента ориентированного для b2c бизнеса для и кома а мне как раз кажется что наоборот это очень логично и вы же крупнейшая фактически сеть и пунктов выдачи заказов и сеть отделений по россии расскажи просто подробнее может быть про вашу стратегию взаимодействие именно с и комом как вы планируете этот рынок этому этому рынку помочь просто кажется что в логистике этому рынку помощь нужна это безусловно мы здесь для того чтобы удивлять что делать больше чем чем от нас ожидает основная часть стратегии в области именно якома да она в приземлении да она касается следующего мы хотим быть единым окном для селлеров всех маркетплейс и вот за последний год месяцы мы по сути стали партнерами всех крупнейших площадок и с каждым маркетплейсом мы у нас есть специальная программа каким образом обеспечить необходимый уровень сервиса для вот той армии селлеров которые сейчас появляется драматически растет потому что маркетплейс задача набрать больше селлеров больше ассортимента сейчас идет такая борьба уже больше не за аудиторию да а за 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 производителей селлеров продавцов и так далее и мы поняли что здесь почта и наша инфраструктура она очень цена если раньше все говорили о наших отделениях как а точках точках выдачи до посылок и все же с этим мы делали электронную очередь уменьшали время нахождения человека и так далее то сейчас нам тоже самое нужно сделать для отправитель для того чтобы чтобы селлер мог выбрать любую ближайшую точку куда он может в любое время удобно принести свои товары либо заказать курьерский сбор чтобы сам процесс передачи этих посылок был очень простым чтобы он мог все вообще свои потом онлайн-канал и там собственный магазин либо marketplace мог сдать в одной точке так как ему удобно вот это сейчас основной фокус с точки зрения доместика но не только доместика потому что дальше мы смотрим на экспорт сейчас практически все marketplace повернулись в сторону в сторону экспорта россии уже мало стало и здесь мы хотим не просто быть логистическим провайдером доставки в сша великобританию казахстан и так далее хотя это тоже здесь есть куча возможностей для улучшений с точки зрения как логистики так и подключения новых сервисов но мы хотим здесь быть еще и площадкой для развития экспортер то есть сделать комьюнити в котором будет не только участвуют логистические операторы в том числе и да но и другие компании марки с киевое агентство контент программы которые обучают селлеров по всей стране мы хотим организовать платформу которая позволит более быстрыми темпами анбордить селлеров в том числе тех которые вообще никогда не думали про экспорт чтобы они становились экспортерами и здесь нам помогут marketplace которые тоже смотрят туда мы вместе сейчас объединимся и начнем делать такие пилоты вот но про фулфилмент я уже сказал мы смотрим на фулфилма как на распределенный фулфилма не на процесс просто когда мы там с полки подбираем и комплектуем какие-то товары когда мы управляем стоками и остатками по всей стране для marketplace безусловно есть определенный были в этом потому что мы стану мы становимся центром скопления товаров товара центричности и так далее для селлеров это удобно потому что не надо свои стоки распределять по разным площадкам и вот эту ценность мы хотим тоже дать рынку благо что у почты есть большое количество инфраструктурных объектов где мы можем организовать микрофулфилменты dark store и так далее и вот это вот отделение до которым мы все время говорим почтовой связи она же становится еще и точкой старта курьер то чего никогда не был причем это курьер который доставляет в своей эре течение часа посылки это не обязательно вот курьеры почты или почтальоны это могут быть и другие участники рынка но важно что мы замыкаем цепочку и вот это распределенный фулфилмент он в итоге должен стать источником трафика для гиперлокальной быстрой доставки в течение часа то есть они фактически станут dark store такими да фактически да я думаю что мы будем фактически делать эксперименты с с дарксторами объединение разных способов доставки на последней миле это всего лишь часть перехода почты к платформенной модели к агрегаторской модели когда мы на нужных нам участках логистической цепи можем подключать различных провайдеров чтобы быть гибче быстрее реагировать на новые потребности быстрее заходить новые сегменты такие как фарма там и так далее здорово это если говорить про работу с фактически маркетплейсами и почту как платформу для упрощения работы и селлеров и самого маркетплейса до улучшения их эффективности а если говорить про direct-to-consumer бренды которые торгуют через собственный интернет-магазин многих есть проблемы как с первой милей так и с последней милей так и с пунктами выдачи заказов и особенность такого на российского и кома в том что приходится подключать для разных регионов большое количество разных компаний разные отдельно компании у них пункты выдачи заказов отдельно у них постаматы значит у кого-то там хорошая доставка по москве у кого-то по регионам и кажется что у почты есть возможность предоставить вот самому бизнесу вот эту уникальную ценность распределенной сети а еще и доставки за час а еще и пунктов выдачи заказов но только если говорить например про фэшн то неплохо было бы сделать примерочные там других там бизнесов наверняка есть много каких-то предпочтений как вы двигаетесь и двигаетесь ли в сторону direct-to-consumer бизнеса мы двигаемся вот и и у нас есть кейсы с такими компаниями как и в вале видео и так далее ну это компании дать сильно крупные может быть и и могу привести и примеры более таких неизвестных до брендов но важно что сейчас мы показываем все эти кейсы обычно на конференциях да как как бренды подключают почту в чекаут да совершенно другим способом теперь нет никакого индекса не надо делать какие-то сложные целодвижения почта представлена в чекауте на карте а бренды получают за счет вот такой широкой сети на самом деле дополнительных клиентов потому что не все бренды хорошо узнаваемые в на всей территории россии и нам сами бренды говорят что ребятам у нас появилась новая аудитория и и и это важно да вот конечно мы хотим какие-то кейсы сделать для для вот может быть таких небольших брендов с уникальным товаром с вот этим микрофулфилментом быстрые доставки так далее мы смотрим туда я сейчас не могу похвастаться тем что это уже вот дан как бы да но я думаю что в этом году мы что-то такое уже протестируем что касается дополнительных сервисов таких как примерка то есть мы мы начали очень активное движение fashion сейчас все крупнейшие транснациональные компании стали клиентами почты россии вот последний рубеж преодолен в этом году подключили самого большого самый большой магазин в мире к нашей доставки и мы видим это какой-то это инди текс много брендов мы 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 видим там все таки сейчас следующие вещи то есть 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 fashion который не хочет примерку и здесь у нас очень хорошо работает история с легким возвратом мы сделали продукт который вырос в этом году на в пять раз в пять раз и в основном клиенты это fashion такие клиенты как и чем дым зароманга так далее то есть когда этот сервис бесплатен для покупателя когда любой покупатель может вернуть через почтовое отделение товары который не обязательно пришел ему курьером почты россии для выделения они неважно какой службы этот процесс очень простой надо там клеить ярлыки и так далее все сделает оператор в сети и ну действительно вот компании которые используют сервис они говорят о повышении конверсия повышение лояльности о повышении среднего чека и это действительно так но есть другая когорта фэшн это ребята которые которые читают что примерка это необходимый сервис так далее и мы в этом году решили открыть более 2600 2600 отделений с примерочными и функции примерки сейчас уже работает 14 таких отделений фактически работают и там мы сделали пилот вместе с большим фэшн на marketplace сам следующий этап это 300 пунктов куда уже завезены примерочные и соответственно таким образом масштабируем по стране этот сервис а до конца года мы должны переписать софт да и уже масштабируется на весь рынок то есть это станет частью публичного пакета услуг почты россии таким образом у клиентов есть два выбора легкий возврат дешевый простой по всей стране и так далее либо примерка здорово а насколько будет просто подключиться к сервису почты в плане если это какой-то даже вот мы берем marketplace и потом какие-то крупные ритейлеры типа м видео потом небольшие интернет-магазины а есть еще прослойка которая довольно большая это разные инстаграмные магазины и вот совсем небольшие такие селеры которые торгуют самостоятельно для них наверное очень ценным был бы сервис когда можно просто просто и легко дать возможность там в своих соцсетях значит на каком-то своем самописном сайте оформить заказ ну и соответственно принять оплату возможно наложенным платежом и отправить донести до почты или вызвать курьер я так понимаю что это тоже будет частью сервиса вот этих новых пвз новых услуг от курьера малый средний бизнес это наш абсолютный фокус да я сейчас говорил про примеры с большими компаниями но почта это все таки компания которая работает для малого среднего бизнеса у нас там сотни тысяч ежедневных отправителей и мы должны делать жизнь их проще лучше и счастливее и вот эти все сервисы там быстрый вход в почту оферта быстрый заказ курьера который мы должны в августе как раз выпустить да тогда ты там по кнопке вызываешь курьера и тебе не надо обязательно двигаться в сторону отделения и так далее для тех более крупные партии так далее то о чем я говорю про платформу мы хотим дать возможность этим небольшим компаниям не как сейчас выбирать то есть почта там говорит куда можно сдать да куда и а куда нельзя вот это мы хотим убрать это очень важный момент то есть когда я хочу я я как предприниматель да я просто выбираю ближайшую точку и который там рядом с домом да и туда перехожу сдавать посылки то есть мы мы да мы окружаем селлера различными видами сервиса и стараемся собирать обратную связь то есть что не так что еще необходимо улучшить как вот эта программа совместно с маркетплейс это на самом деле про малосредний бизнес то есть как им стать и начать продавать на зоне начать продавать на али у нас и с озоном и соли есть совместные уже продукты которые наши службы уже презентуют то есть они приходят и говорят что курьерская доставка стоит там 200 рублей доставка из этом 100 рублей мы мы уже рассказываем селлером о том как вообще можно увеличивать их продаж и в этом я вижу важность и значимость нашей деятельности ну и соответственно вот мы там когда смотрим на сейсай мы сейчас удивляемся потому что он растет становится выше чем чем за запланирован уровень это здорово но нельзя останавливаться до количество этих ребят она резко увеличилась пандемию и многие из них сейчас думают а продолжать ли этот бизнес или нет то есть не все приняли решение что да там мы останемся в онлайне и здесь наша задача вот дать правильный тариф помочь им остаться в этом бизнесе онлайн вот это мы делаем совместно маркетплейсами и у нас есть там рабочие группы специальные которые думают о том а что еще надо сделать убрать лишние бумажки когда вы оцениваете тарифы вы наверняка смотрите на рынок и будет ли момент когда работать через почту будет выгоднее всего если если это уже не так мы считаем что это это именно так то есть почта дает самый экономичный сервис мы хотим чтобы это был сервис value for money они просто какая-то недорогая доставка да мы больше сейчас думаю об уровне сервиса почта единственная компания на рынке которые тарифицируют отправление по физическому весу для всего рынка не индивидуально для каких-то клиентов а для всего рынка это значит что какие-то объемные отправления например в том же фешене или обуви становится вот существенно дешевле при при отправке через почту при этом мы конечно смотрим на рынок рынок меняется и плечи сокращаются да то есть доставка становится более быстро и там надо следить в том числе и за тарифами внутри города по области и так далее мы пешат ведем эту работу тут очень важный момент следующий что два года назад или там даже полтора года назад да у селс менеджеров почте не было возможности давать какие-то специальные коммерческие условия для в том числе и небольших магазинов не говоря уже о больших теперь все изменилось у нас есть стандартная политика скидок у нас есть возможность индивидуальных тарифов и так далее и это сильно всколыхнула селс активность да и набор новых кастомеров в почту то есть мы становимся гибче не просто вот наши тарифы публично они лучше всех и ребят вот вы там сами 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 идите мы здесь становимся более более гибче вот и собственно вот тарифная политика строится таким вот здорово для того чтобы давить уже тему с вариантами доставки вот к тема которая лично меня очень интересует это как раз почтоматы потому что сдается что есть вот те самые почтоматы и почтовые ящики которые установлены практически в каждом подъезде и фактически это есть почтомат просто у него форм-фактор когда-то был направленный на письмо которое все очень ждали а теперь письма ждут меньше а больше ждут посылку с алиэкспресс или с озона планирует ли почта как-то использовать этот колоссальный ресурс потому что ну кажется что большей сетью никто никогда не построит нам кажется что почтоматы должны прийти в подъезды вот и скорее всего это будут такие небольшие недорогие ящики которые будут как раз вот под под почтовыми почтовыми ящиками стандарт такие проекты уже реализованы например в украине и мы сейчас активно смотрим туда и более того уже разработан некий план действия на эту тему вот вот пока почтоматы почты будем устанавливать в ритейле и наверное ты слышал про то что мы поставим впервые почтоматы московском метрополитене на 69 станциях порядка 90 почтоматов в самых таких трафиковых зонах ответственного после развертывания сети примерно в 5000 почтомата в этом году я думаю что следующее движение мы будем делать именно в подъездной теме потому что все идет к тому что доставка и комовская становится доставкой битубишный то есть незаметный для клиента бесконтактный и эта доставка до консьержа это доставка до локера который как у нас называется внутри тапочковая доступность есть такой такой термин в тапочках спускаешься за посылкой это конечно удивительный клиентский опыт мы все уже начали жить в новом паттерне что можно по клику заказать доставку это случилось буквально на наших глазах там в прошлом году этого рынка по сути не было вот следующая история про про то что и собственно и клик не надо делать спустился и забрал это очень здорово кстати раз уж мы заговорили про доставку по клику ведь это возможность на рынке появилась недавно она появилась по моему у первых у яндекса и появилась она как раз благодаря тому что у них есть огромное количество тех самых дарксторов лавок там кухонь и так далее а у вас этой сети еще больше поэтому напрашивается вопрос будет ли у вас та самая доставка по клику когда можно вот за один час или меньше привести из отделения да будет доставка по отмашке на самом деле эта кнопочка в приложении есть сейчас и она доступна с апреля прошлого года для домастиков к отправлению раньше она была только для международных но она пока работает в режиме next day вот то что я говорил о масштабирование гиперлокальной доставки в москве из из сегодня в 44 отделениях москвы уже работает вот эта вот кнопочка с режимом доставки в течение часа это уже там уже так вау-эффект люди пишут они 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 офигевают просто ну то есть как как почта там в течение часа доставлен вот мы это будем расширять в пределах москвы потом соответственно в регионах именно для этого именно для этого сейчас заканчивается разработка ума с системы которая будет распределять эти объемы между собственными курьерами и сторонними потому что если ты заявляешь если вы час или там полчаса то в пиксели в пиксизм и тогда у тебя объемы большие те нужна какая-то подстраховка иначе сервис становится другим да не тем который ты заявил и действительно у нас план не только в больших городах это делать из столицах да но идти дальше и кто кроме почты это может сделать вот с такой сеть на самом деле мы задумали эту историю в конце девятнадцатого года мы не знали что сейчас придет пандемия и так далее а по моему 26 марта когда люди перестали ходить в отделениями до прошлого года мы решили за неделю развернуть для всех сервисов доставку по клику да мы тогда еще не сделали прям быстро высоко и так далее но у нас по моему в 60 раз вырос трав то есть огромное количество посылок было мы даже специально сделали мотивационную программу для почтальонов чтобы они эти посылки доставляли быстро в срок и так далее за это время поведение получать изменился они вместе с фрешем с едой хотят ровно также получать и ком посылки а у почты же есть еще кого-то получателей которые много заказывать с разных там магазинов иногда в отделении лежит там много посылок и конечно же вот эта вот кнопка достать мне там пять посылок с алиэкспресса но она она нужна я счастлив тем что эту историю еще пушат большие площадки электронные мы здесь имеем там спрос буквально там с двух сторон и клиент нас подгоняют час да и понятно что получатели желают нас тоже этого сервиса сделаем но вот степ-бай-степ москва потом следующие города и здесь конечно ценность почта очевидно потому что но в яндекс лавке там же товары с яндекс маркета вот в самокате там могут там не знаю товары со сбер мегамаркет опускаться в почте будут опускаться товары со всего рынка здорово здорово слушай ну хорошо от такого бэкэнда инфраструктуры колоссальные конечно давай пробуем перейти к фронту вот имея всю эту инфраструктуру у почты когда-то были попытки создания собственного маркетплейса по моему даже он до сих пор есть и он в доступе можешь чуть-чуть рассказать о том как себя чувствует этот проект и если у вас какое-то намерение развития собственного фронт-энда и коммерс филипп смотри мы мы решили не строить маркетплейс свой это вся информация это важная информация но и вернее и мы сделали витрину витрину которой мы готовы подключать будущем наших клиентов и которые верят в трафик в аудиторию которая в приложении почты россии сейчас на витрине находится по моему 2 миллиона товаров вот мы по моему за 8 месяцев у нас было 5 миллионов уникальных покупателей там доступно естественно доставка курьерской доставка в пвз почты россии и представлены разные категории товаров потому что это сделано совместно с одним из marketplace мы будем развивать эту витрину и бэк и фронт и так далее и но мы не хотим конкурировать с маркетплейсами которые являются нашими клиентами мы мы будем витрину и пока стратегии в этой области в приложении почты скачанных приложений 20 миллионов вот ежедневно ежемесячно аудитория по моему между пятью и шестью миллионами варьируется то есть это это большая аудитория конечно там лидеры категории когда там с нами разговаривают они 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 просят нас чтобы мы дали им эту витрину для них это там новый трафик в том числе и удаленных населенных пунктов и так далее и в общем ну то есть вот есть спроса и мы его будем обеспечить ну в общем в эту черную пятницу можно ждать пуш уведомления не только от marketplace но и от приложения почты россии я так понимаю которая кстати возможно воспринято было бы даже еще и с большей радостью потому что ведь с таким набором способов доставки радости точно больше а скажи пожалуйста еще была недавно новость про то что почта россии получила разрешение от росздравнадзора на осуществление осуществление дистанционной продажи лекарственных препаратов это довольно такой интересный такой большой стратегический шаг если у вас уже какая-то готовая стратегия в направлении фарма да мы поступательно двигаемся в сегмент фармы росздравнадзор выдал нам лицензию на оптовую торговлю хранение перевозку это очень важная история потому что только она позволяет нам осуществлять как фулфюмент операции так и доставку лекарственных средств пока без рецептурных мы готовимся к тому что легализуется рецептурный рынок но пока мы доставляем без рецептурные лекарности лекарственные средства медицинские изделия сизы там и и так далее кроме этого у нас есть разрешение действительно на дистанционную торговлю это отдельная бумажка вот как которая нам тоже безусловно нужно что мы собираемся делать первое мы собственно и уже начали и будем продолжать это доставку битубишь но в аптеке больницы и на склады там где фарм дистрибьюторы видят в почте хороший логистический сервис с хорошими тарифами с хорошими сроками и так далее мы уже сделали пилоты и будем их и в этом следующем году развивать по быстрой доставке лекарственных средств в термосумках от аптеки то есть shop to home до получателя ну и там где у нас будет розничная лицензия то есть всех отделениях которые получат ее их пока порядка 70 мы сможем в том числе и выдавать лекарственные средства онлайн заказы это тоже важная часть стратегии вот который который там произойдет дальше вот сейчас это курьерка до физика и доставка битубишь на дом аптек и я так понимаю что здесь стратегия тоже ну собственно в партнерстве быть фармацевтическими маркетплейсами несмотря на доступность для вас продажи лекарственных средств вы планируете осуществлять именно сервис связывающий до продавца и покупателя ну да сейчас изменились правила они были более жесткими сейчас маркетплейсом разрешили на витрине показывать лекарственные средства мы здесь до будем логистическим провайдером который может обеспечить безопасность доставки лекарственных средств то есть соблюдать термо мониторинг там где-то необходимое и соответственно помогать этому рынку трансформироваться потому что безусловно туда приходят и цифровые фарм-дистрибьюторы и маркетплейсы старички напряжены но мы с ними тоже работаем и спрашиваем что им что 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 им нужно сделать сейчас вот этот рынок очень интересный потому что так последних таких рынков которые не где не произошла вот это вот онлайн и зация вот это очень интересно но посмотри топ-100 интернет-магазинов по отчету дата инсайт да и ты там найдешь по 11 12 онлайн аптек это уже большая доля в общем ритейли как в упаковках так и в заказах очевидно вот последние если смаз смотрел исследование по фарм рынку да сам рынок немножко припал да потому что люди закупились лекарствами в прошлом году до у многих образовали запасы и так далее но онлайн прет там на 60 процентов вверх и конечно для нас это важная часть и ком бизнеса то есть это высокочастотный товар такой же там может быть как фреш да и мы обязательно должны должны наши сервисы адаптировать к доставке лекарства вот тем более что после все-таки еще не еще социальная функция есть не все знают но 34 миллиона человек в россии живет в локации где ближайшая аптека 5 километров и дали то есть кроме все прочего мы должны стать проводником товаропроводящей сетью для лекарства в эти удаленные населенные пункты как на базе отделений так и доставкой надо да это с точки зрения коммерции для многих продавцов но не только для фарма конечно очень интересная точка роста вообще в принципе в регионах интересная точка роста как-то их назвал старички они конечно очень трепетно относятся к факту прихода на фармацевтический рынок маркетплейсов и насколько я знаю многие негодуют по этому поводу но видимо никуда уже не деться давай немножко на завершение побудем футурологами мне очень интересно узнать твое мнение по поводу всей этой роботизации автоматизации последней мили всякие бостон дайнэмиксы дроны как ты думаешь когда в россии в мире действительно мы увидим такую вот роботизацию автоматизацию последней мили увидим ли и в чем вот эта автоматизация по-твоему будет заключаться в будущем слушай но здесь да это такой визионерство мы время сжимается на самом деле то то что мы считали там что грядет там тот же same day доставка через там два три четыре года вот рассуждая там несколько лет назад сейчас все происходит намного быстрее конечно вот и и я конечно там на не будем забегать в то время когда производство переместиться в наши квартиры да и вся доставка будет заключаться в том что вечером ты заложил какой-то там материал в 3d принтер до утра ты надел новую футболку и тебе не нужны какие магазины там marketplace и так далее вот если все-таки говорить про более про более близкое время то с точки зрения ну про роботизацию скажу с точки зрения в принципе глобальных трендах то есть я и мы тут с федором тоже видно тем говорили то есть в мире растет кроссборд да то есть этот инстаграм и телеграм о котором мы говорили до которой по сути убирает границы между покупателями продавцами я считаю что сделают свое дело да и вот на этой истории с маркетплейсами добавился еще и это движущая сила когда и и тупи бизнес и биту сишный бизнес и биту биту сишный бизнес то вот свои доли до кроссборда будет занимать все больше и больше часть я даже несмотря на то что последняя тенденция снижение доли международки в россию да она такая понятно чем связано но в целом до доли кроссборда будет расти и это очень важно потому что логисты должны хорошо это осознавать и понимать что делать потому что эти платформы новые мультимодальные и так далее вот что касается автоматизации передвигающихся почтоматов дронов которые вылетают с распределительных центров и тех же почтоматов и так далее но понятно что это все приходит из тех стран где рабочая сила становится очень 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 дорогой мы сейчас видим что в россии тоже курьер стал дорогой рабочей силы их не их не хватает поэтому на самом деле это время может приблизиться и кстати говоря вот внутри почта да у нас есть проект уже там с дорожной карты и так далее по которым мы должны запустить первые коммерческие рейсы дронов на таких грузовых дронов в шанс за труда то есть это это удаленные территории где это способ доставки он дешевле он быстрее и то есть это не про хайп там пиар и так далее тут там реальная потребность бизнеса в европе кстати говоря есть такие уже коммерческие рейсы их немного но они уже существуют вот значит ну да и мы верим в то что у нас просто вот есть акселератор в почте вот и я там тоже слушал презентации проектов и вот поверь что там наверное треть всех проектов да это про роботизацию складов и последними вот и мы выбрали там несколько из них и в основном касается вот еще раз да я повторюсь роботизации складов где нам уже пора какие-то эксперименты делать потому что объемы большие мы оборвать им больше полутора миллионов в рабочий день посылок и на больших хабах мы уже можем экспериментировать и last mile до который наверное начнется с такой битубишный доставкой когда те же почтоматы может какой-то дрон закладывать посылки и дальше это все будет уже значит к последней миле приближаться вот видел наверно ровер яндекса вот это реально уже история то есть я думаю что там вот это это будет понятно что это будет в тех локациях где хорошие хорошие дорожки офисы расположены и так далее дальше это будет органично развиваться и замена курьеров да вот это вот возможность быть независимым от постоянной необходимости набирать обучать курьеров на фоне повышения постоянного их уровня заработка и так далее поэтому верим роботов но но при этом у нас есть еще огромные возможности для повышения эффективности текущего бизнеса здорово здорово ну а мы очень я лично очень верю в почту россии я прям не знаю не сказать что большой ну прям не сказать что фанат но в общем я прям очень верю в развитие почты очень хочется уже увидеть новые новый уровень хотя мы наверно уже видим но я уверен что мы будем видеть все лучше и лучше и больше уровень именно для электронной коммерции и для покупателей конечно спасибо тебе большое за то что уделил нам время за то что рассказал такие интересные вещи я думаю что многие по-другому вообще взглянули сейчас на почту россии кто не был в курсе того что у вас происходит спасибо тебе большое еще раз за приглашение мы действительно будем стараться делать этот мир лучше и почту делать лучше для покупателей и для правительства здорово здорово хорошо задача спасибо большое счастливого хорошего дня спасибо пока спасибо